МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». О том, как устроено современное кинопроизводство и чем привлекательна профессия режиссера в России, обсудим с режиссером театра и кино, актером и ведущим Алексеем Свиридовым. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Вы уже более 20 лет в киносфере. Насколько мне известно, начинали с профессии актера. И как начался вообще ваш творческий путь, если с сегодняшней высоты как-то посмотреть? Творческий путь начался в 7 лет, когда в пионерском лагере «Ласточка» меня попросили сыграть роль капитана в постановке «Капитан, улыбнитесь». И тогда я уже понял, что я не очень хороший актер, потому что в песне «Капитан, капитан, улыбнитесь» надо было не улыбаться. А у меня как раз-таки с этим проблемой. Мне как бы все время хочется улыбаться, потому что, ну, радость жизни, может быть, так по природе получается. И вот это был такой некий... Ну, как бы, я не знаю, как это... Ну, воспринимали все, конечно, весело. Ну, там, в 7 лет, там, мальчику, там, но вот «Капитан, улыбнитесь», а «Капитан» у нас с такой улыбкой уже стоит, и немножко несостыковка, зачем его просить улыбаться. Ну, вот так начался мой творческий путь. Потом, в принципе, мы делали с куклами какие-то постановки я придумывал. Мы играли в кукольный театр, когда уже постарше лет 10. Ну, и как бы потихонечку-потихонечку вот так процесс шел. Ну, вам очень идет улыбка, и вы играли Гагарина даже в документальном фильме. Там Гагарина я играл 4 раза, это даже одна реклама была для детского мира, и 3 раза это было 2 художественных фильма, и один был документально-художественный. Как вы сами ощущаете Гагарина в себе? Ну, Гагарин у нас вообще, как бы, часть нашей семьи, потому что у меня отец в тех местах служил, как раз где Юрий Алексеевич тоже был, и мой дедушка двоюродный, он преподавал Юрию Алексеевичу Гагарину в «Звездном городке». У меня есть фотография такая, домашняя в нашем архиве, где они стоят вместе, там, в трико, стоят там, что-то, ну, как борются. Ну, так что у меня, в принципе, какая-то такая семейная тоже, ну, очень много каких-то общих таких моментов было. Тем не менее, сегодня вы в режиссуре полностью с головы до ног. Как так получилось? И, может быть, потому что профессия режиссера, она дает больше свободы? Ну да, безусловно, свобода – это очень правильное слово для режиссура, потому что когда ты актер, ты человек подневольный, и когда ты получаешь сценарий на руке, говорят, вот такая-то роль, такой-то сценарий, ты читаешь, особенно если ты читаешь классику, и вдруг видишь наши современные тексты сценарные, и понимаешь, ну, не очень хочется даже это говорить, потому что, ну, настолько, как бы, такой косноязычий очень. Ну, хороших сценариев очень немного, плюс роли. То сыграя бандита, то сыграя еще какого-то непонятного человека. И там нет даже, ну, понятно, что бандита можно сыграть, если это, там, какое-нибудь там преступление-наказание, там, или братья Карамазовы, не знаю, негодяй, но который поможет высветить главную тему. А тут играешь бандита ради бандита, и весь фильм идеи, темы, вот это, с этим сейчас проблема. И поэтому я понял в какой-то момент, что надо самому это все создавать, и как-то в режиссуру стал уходить, и как-то по актерской деятельности я так особо не скучаю. Не знаю, почему, но режиссура, она дает какую-то полноту, целостность. Я зато знаю, как работать с актерами, как ставить задачи на площадке, это интереснее. И я сам работаю с темой, о чем мы ставим, о чем снимаем. Согласна с вами, потому что антагонист, да, вот тот же бандит, он должен нести определенную цель и как-то меняться в процессе, что-то должно быть глубинное. Если этого не видно изначально, и душа не лежит, то... Да, либо он должен помочь всему произведению, он должен тогда помочь высветить героя. И, как сказать, даже он антагонист, не обязательно, что он поменяется, но он должен помочь зерно, вот такого-такого сообщения, да, передать зрителю через вот эти препятствия, он как раз может быть этим препятствием. Но именно сама тема должна быть в фильме. Вот у вас очень много бэкграунда такого, и поэтому вы и ушли, я думаю, еще и в образовательную часть. Хочется, чтобы вы рассказали о своем проекте «Апостол Филмс», который в сфере культуры, киноискусства очень мощно выстрелил. Скажите, как давно он существует, и какие направления вы проповедуете? Официально он существует там меньше года, но мы очень давно начали свою деятельность, мы работали, взяли такое еще направление, как киновоспитание, работать с молодежью, потому что мы понимаем, что мы можем снять там один фильм там в полгода, там еще, ну, если смотря какой, конечно, фильм, там может быть и полнометражный, на него может год уйти и два, и так далее. И надо помогать другим снимать тоже фильмы, которые будут нести какие-то сообщения, нести какие-то смысловые рассуждения. Искусство вообще это для того, чтобы мы могли порассуждать о человеке. И стали работать с молодежью, ну, как бы много приглашали, и как бы родилось вот это вот направление киновоспитания, мы его так назвали. Вот оно такое без морализаторства, конечно же. Там суть в том, что мы учим ребят, молодежь, работать с видео в визуальной грамотности, потому что многие хотят сейчас снимать какие-то блогерские, в блогерских жанрах, там это рецензии, социальные ролики, там журналистские расследования, экспертные видео, просто хотят снимать фильмы. И, ну, они где учатся? Им учатся, они, как правило, заходят в интернет, и там начинают ловить какие-то, скажем так, хайпы, тренды. И это часто бывает как раз таки, ну, скажем так, с негативным контекстом, когда, если ты хочешь очень быстро войти в струю, то легче всего, конечно, идти через какие-то, ну, такие, как сказать, ипотажи. И поэтому они берут там вот эти пранки, троллинги, буллинги, да, и на этом спекулируя, человек может как-то себя быстро-быстро-быстро заявить такой, ну, вот, но смысла в этом-то большого нет, если ты копаешь туда, но оно только дает такую деструкцию в этот мир. А что-то серьезное делать, на это надо затрачивать время. А идти в какие-то хорошие школы, у кого-то денег нет, у кого-то нет времени и так далее. Ну, вот мы делали такие экспресс-курсы, как раз там по два месяца в МКУ проводили, такие у нас были пробные тоже, когда мы с ребятами развиваемся на группы, и мы им помогаем идти от идеи к сценарию, от сценария, к съемкам, от съемок к монтажу, там, так далее, озвучка, музыка и так далее. Вот, и через два месяца, проходя вот эти этапы, бывали, конечно, и короче, даже на семье, на фестивалях. Вот, прекрасный наш союз. В Болгарии. Друзья, да, в Болгарии и так далее. Там вообще у нас было там за пять дней надо было все это быстро сделать. Но ребята, получив уже этот опыт, побыв внутри, ну, то есть они могли самостоятельно уже работать, и следующие их работы были, ну, как на ступеньку, а бывало и на две выше, чем они до этого делали, у них было понимание. И мы предлагаем, у нас есть там ряд хороших тем, которые актуальны, современные, и там с культурой связаны, есть с патриотизмом, есть с какими-то общечеловеческими ценностями. То есть мы помогаем направляться, потому что когда ты бросаешь молодого человека и говоришь нам, делай, что хочешь, да, и он начинает путаться, думать, что, и у него приходит первое, что он вчера видел в интернете, сидя дома, в компьютере. И из-под корки достает что-то, оно даже и нет смысла это разбирать. Ну, мы помогаем, как раз ориентируем, разбираем там, конечно же, классику, и помогаем ребятам как раз через вот этот процесс обучения кинопроизводству. Мы говорим с ними еще о человеческих ценностях. И мы можем о них говорить, потому что уже есть большой опыт вот этого разбора, анализа серьезных произведений. И ребятам интересно. Они открывают такие темы на обсуждение, что я понимаю, что они дома об этом не говорят. Со сверстниками они говорят об этом очень редко. В школе об этом тоже не говорят, в институте не говорят. Потому что такие темы, которые, ну, как будто бы есть, а в то же время, ну, как-то заговорить о ней, вроде нужен какой-то повод. И мы как раз являемся вот этим поводом. Мы инициируем эти темы. Сложные бывают, неудобоваримые. Но вот этот опыт показывает, что действительно через процесс людям они могут раскрываться. Ну, как сказать, мы совместили вот эти методики, там, театральные, из ГИТИСа очень много мы взяли, киношные методики. И вот там еще у нас нейротехнологии есть, когда мы помогаем ребятам развивать креативное мышление, память. И это очень сильно помогает, обогащает, и они приобретают навыки не только проф, как кино снимать, но и в то же время они могут обучаться любой деятельности, любому направлению и в школе, и в институте потом, потому что мы им даем еще хорошие навыки обучения. То есть это такие настоящие многостаночники, которые нигде, никогда, ни за что не пропадут. Ну, мы стараемся, да, дать максимально пользы. Максимально пользы. То есть для нас это не просто там, и обязательно, конечно, они должны снять какой-то продукт. Ну, и продукт, именно, то есть они должны увидеть этот свой проект, маленькое свое дело, которое должно быть закончено. Мы всегда стараемся доводить дело до конца. Вот у нас вот, друзья, прекрасно, наш союз, было семь, очень большая группа у нас получилась, киношная, все хотят снимать, и мы это видим. И сроки были там, чуть ли не 4-3 дня там оставалось, когда уже подходить к съемкам. И группы начали некоторые, ну, внутри себя там, не нашли, там же из разных стран, 26 стран было, вот у нас кто участники. И не все могут найти между собой язык, бывает тема как-то тяжело. И пришли ребята, говорят, у нас не получается, мы вот хотим, но у нас не получается. Мы за один день с ними вечер, и следующий день мы уже монтировали. Сняли короткометражку, без единого слова, и она стала лучшей. Ну, почему как бы мы, как бы очень сильно уже погрузились и помогли им, потому что они не бросили дело, они не сдались. Вот это очень важно, не сдаваться, не получается что-то здесь, здесь, там, может быть даже немножко поссорились, там, но это нормально, мы все люди, мы притираемся, а за короткий срок, конечно, притереться еще сложнее. Люди, которые в семейной жизни, они скажут, там, 10-20 лет, и ты все равно где-то там притираешься, что-то вот, на какие-то моменты всегда надо учиться друг у друга, как бы понимать. А здесь люди вообще чужие, с разных стран, с разным, с разным менталитетом, но это интересно, это очень интересно, очень позитивный опыт, и поэтому мы вот стараемся ребятам, все, кто желает, все, кто хочет образовываться, развиваться, потому что очень много горизонтального образования, такого, которого программируют на материальный успех, но очень мало вертикали, когда ты действительно, как человек, пытаешься развиваться, пытаешься проанализировать, в первую очередь, себя, потому что, ну, хочешь познать человека, познай себя, хочешь познать мир и так далее. И мы помогаем вот эти вот моменты все раскручивать, раскручивая все вот эти тоненькие такие, доставать из себя, потому что осознание себя, это очень такой процесс, который актеры, вот я уже говорил там на одной программе, что они анализируют персонажей, но они анализируют себя, это какой-то парадокс, и мы как раз эти парадоксы разбиваем, мы учим и как раз анализировать, как актера, и ставить на место персонажа себя, и анализировать через персонажа себя, и через себя персонаж, как бы вот это слияние, поэтому, когда вот у нас получается работа, ребята без актерского мастерства, допустим, там, ну, бывают ребята, которые из театральной студии приходят, то есть, с опытом, а бывает, что совсем как бы, ну, без какого-то базы, и они, просто почувствовав эту историю, именно, что вот достаточно быть собой и начать действовать, и этот прием уже на самом деле использован был давно разными режиссерами, когда берут не профессиональных актеров, но людей, которые органично могут существовать в кадре, это бывает даже лучше, потому что они не заштампованы, у многих актеров есть некие такие штампики, как бы, такие манки, когда они знают, здесь я сделал вот это, и как бы меня поведет, и как бы они немножко такие, ну, как бы сказать, запрограммированы бывают. У талантливого актера, как говорится, просто больше штампов. Ну вот, так что, стараемся работать и помогаем как раз вот почувствовать вот эту вот органику, этот полет, как говорил вот мой первый учитель, Стеблов Евгений Юрьевич, на сцене, в кадре, в том числе, ты должен почувствовать полет, когда ты просто растворяешься, ты живешь, ты забываешь, что есть камера, что есть там зритель, он смотрит, ты просто летишь и чувствуешь, живешь, и тогда зритель начинает чувствовать твои вот эти эмоции, импульс вот эти, они переходят. Ну вот, а в плане образования, вот еще тоже хороший анекдот, всегда вспоминаю, когда говорят там, о какой у вас, я может быть, опередил ваш вопрос, какая у вас целевая аудитория? Ну вот, и анекдот есть на эту тему, учитель приходит в классы, говорит, ну, 1 сентября, говорит, так, дорогие ученики, кто будет учиться на пятерке, четверке, тот попадет в рай, а кто на тройке и двойке, скорее всего, попадет в ад. Задние парты, вопрос, извините, просто, а кто-нибудь до конца школы доживет вообще? Ну вот, и после этого, там как бы продолжение, что учитель говорит, что мы вообще не переставим сдавать экзамены, и экзамены будем сдавать всю жизнь, просто в школе мы учимся этому навыку сдавать экзамен. Поэтому у нас целевая аудитория, конечно, от 14 до 30, такая основная, но когда приходят старшие и педагоги, мы в том числе, кстати, работаем с педагогами, потому что им важно тоже эти навыки передавать и контролировать процессы съемок, помогать ученикам, там что в школах, что в университетах. И тоже продолжать учиться вот этому процессу. Да, и допустим, я учусь всю жизнь и продолжаю учиться, и я понимаю, что самое лучшее, конечно, когда у тебя есть два, то есть ты и теория у тебя идет одновременно, и практика, это самое лучшее. Потому что, как говорили философы, теория без практики мертва, а практика без теории слепа. И вот эта целостность очень важна, потому что часто преподаватели, они забывают про практику, и они как бы остаются на каком-то уровне, таком теоретическом. А практики, они тоже, бывает, набивают какую-то руку, там, ну все, вот так я знаю, вот так знаю, все и так работаю. И это такая рутина уже становится, нету творчества уже. А когда ты изучаешь теорию, это в принципе просто ты изучаешь новые, какие приходят тренды, какие новые открытия сделали другие режиссеры, да, какие там сценаристы и так далее. в России, в Америке, в Италии, какие-то новые открытия в творчестве. Понятно, что много вот Станиславский сформулировал, и как бы от него пошли прямо такие веточки. И много потом к нам возвращается, и понимаем, что это от Станиславского, но какими-то своими элементами это тоже интересно. Ну вот, поэтому мы продолжаем образовываться всегда, и стараемся давать ребятам вот этот тоже импульс, что всегда надо учиться, познавать какие-то новые навыки. Я думаю, ребята, они смотрят на вас, вдохновляются, видят этот пример и идут дальше. Какую обратную связь получаете? Наверняка даете свой контакт без проблем, да, они, может быть, возвращаются? Да, да, сейчас вот мы уже, ну, будем делать это более централизованно, потому что раньше были какие-то группы просто, а сейчас мы хотим сделать уже такое комьюнити, сообщество, когда ребята на профессиональных интересах и на каких-то, скажем так, мировоззренческих моментах, ну, потому что действительно мы стараемся говорить у нас там и здоровый образ жизни, там все ребята стараются как-то развиваться, двигаться, меньше каких-то вот этих вредных привычек. Когда люди в деле, они этим даже, не им некогда этим заниматься, потому что это в основном все от безделия приходят вот эти глупости. Поэтому мы будем делать сообщество, и там ребята смогут как делиться своими работами, брать у нас советы, там по сценарию часто нужны советы, или показать свою работу. Плюс мы будем делать фестивали, ну, мы уже делаем фестивали, но будут еще такие ежегодные большие фестивали, где мы будем все работы наших студентов самые лучшие выводить на уже на большой показ и давать нам награды, и там разные, очень много интересных у нас вещей. Даже если работа была снята на телефоны, то лучший фильм мы предлагаем взять всю команду и снять уже с профессиональной команды, соединив, снять уже профессиональный, там, либо краткометражный фильм, либо какой-то там, ну, не знаю там, что может быть, сериал там или какие-то программы, но уже с профессиональным оборудованием. Это вот у нас для победителей. Плюс нам также помогать в других фестивалях участвовать и так далее. То есть, это такая хорошая профориентированность еще, потому что кино, оно, это столько там профессий, сценарий, и операторы, и монтажер, там, цветокоррекция, костюмеры, гримеры там, ну, то есть, такие цеха, и каждый заходит в своей какой-то область, в свою, как вот по природе, да, просто, допустим, всем нравится, это как вот в притче, ты что делаешь, я цемент замешиваю, а ты что делаешь, я кирпичи ношу, а другого спросили, ты что делаешь, который тоже с тележкой шел, там какой-то, он говорит, а я храм строю. То есть, вот строить храм, вот этот, создавать это кино, это как храм строить, потому что каждое произведение, если оно с честным подходом, то там, конечно, есть большие смыслы, есть большие рассуждения, размышления, ну вот, и поэтому, не важно, кто ты там, гример, или там, техник там, по какой-то части, ты в процессе большом находишься, и когда ты в команде, ты понимаешь, что мы что-то делаем такое мощное, интересное. Спасибо за эту притчу, что-то знакомое, то ли у Тихона Шевкунова, то ли у Олеси Николаевой, вот они тоже... Да, они же гуляют, эти все притчи, просто еще каждый интерпретирует, я эту притчу слышал там от Познера, он вообще там замудрил там какие-то века, там что-то, я думаю, это же вот эта притча простая, ну то есть можно сказать, и... Главное, что она о высоком. Наша задача, да, как вот, как режиссеров, на старые, знакомые, привычные вещи давать новый взгляд, это очень хорошо, молодежи очень трудно воспринимать какие-то, какие-то, уже такие известные, уже притчевые языцы, когда ты уже истину какую-то знаешь, ну как бы, что тебе ее все время одно и то же говорить, а когда тебе раз, с другой стороны ее покажут, раскроют тебя заново, и ты как бы, может быть, тогда задумаешься, и вот режиссеры часто, они как раз вскрывают, почему произведение Гамлетт ставили там, ну, с Браташевичем мы общались, когда это один из шекспироведов, великих самых в России такой вот, это внук Качалова еще, который в Амхате, великий актер такой тоже известный, ну вот, и он говорит, что тысячи постановок было Гамлета, ну, и все пытаются по-разному считать, и опять же, кто-то пытается что-то увидеть свое, то есть, Гамлет, он всегда отражает эпоху, в которую его ставят, он отражает свою эпоху, потому что он, это как некий код, который вскрывает на уровне, на своем уровне режиссеры, на уровне того зрителя, который сейчас, именно современный зритель, ну вот, Гамлет, естественно, не был написан для, только для, как сказать, той эпохи, когда Шекспиру приходили, там моряки, там вот эти все, там народ такой ходил, он как бы для каждого времени, он актуален, и, ну вот, и также вот многие художественные произведения, они как раз вот именно классические, чем они вот отличаются, от современных сценариев, которые вот такие однодневки, тем, что там лежат очень большие человеческие какие-то, ну скажем, секреты, которые надо вскрывать, эти сундучки, и они всегда актуальны, они всегда актуальны, они всегда как бы, их невозможно разгадать до конца, невозможно сказать, об этом или об этом, можно спорить, можно говорить, можно рассуждать, и вот мы как бы идем таким путем рассуждения, через произведения. А требований к вашим ученикам никаких нет на стадии приема, и после 30, например, к вам могут присоединиться? Ну, каких-то ограничений нет, просто люди, да, я вот привожу пример вот именно русского мира фонда, то, что когда привели в команду, это была театральная у нас постановка, чайку мы делали, и пришли 50 человек тоже, ну, у нас такие большие самые группы, в театр захотели все поиграть, и я понимаю, что мы не сможем в спектакле поставить с таким количеством людей. Я сделал этюдный метод, взял там сцену из чайки и через эту сцену прогнал всех. Там надо было такой треплев и заречный, они как бы, ну, это уже такой практически финальный там идет диалог, и как бы все, когда прошли через него, они услышали там мои пожелания, там пояснения, еще-еще, и те, кто не дотягивал, они просто это поняли, и как бы они, ну, разошлись по мастерским, которые вот им, ну, больше там, там танцы, там стихи читать и так далее. Потому что играть, это очень сложно, играть по-честному. И поэтому мы, мы как бы сказать, ну, всем открыты, но люди, когда приходят, они понимают, это мое или не мое. Потому что, ну, нельзя сказать, что вот прямо все, вот актеры. Но мы помогаем максимально раскрывать эти таланты. Но там, говорю, что очень много еще лежит других полезностей, таких как визуальная грамотность, навык образовываться, навык познавать, анализировать. Поэтому не важно быть именно актером, а важно просто понять эти вещи и уметь, потому что 80% информации сейчас в мире современном, она передается через визуальный язык. Если ты не умеешь создавать или не умеешь считывать и анализировать, то ты просто, ну, все время, как тебя ведут, тебя ведут, тобой управляют, ты программируешься. Я не смотрю телевизор уже много лет. Потому что ты как бы, ты вот как, ну, вот это зомбоящик, это, ну, реальная вещь, потому что ты поддаешься контенту, который тебе навязывают. Все-таки я предпочитаю выбирать контент. Мы поэтому учим, еще как бы образовываем именно насмотренностью, показываем, рассказываем, почему, как, вместе анализируем. Ну вот, так что, как бы у нас такой вот процесс. Мы надеемся создать еще приложение. Надеюсь, что это получится, потому что это, ну, не просто, непростое дело. И это приложение уже будем по такой всероссийской, да, когда смогут... Апостолфилмс приложение. Да, приложение Апостолфилмс мы делаем для того, чтобы педагоги в всероссийских вузах, не только в Москве, там, в Петербурге и везде, чтобы они могли дистанционно преподавать, и потом мы уже проводим занятия, которые онлайн. Мы можем, как бы, разговаривать сразу, обсуждать работы дистанционно. И плюс потом уже на фестиваль все собираются, приезжают, дружат, общаются. И это такой очень здоровский взаимообмен и опыта, знаний, и такое вдохновение, потому что людям очень важны эмоции. как бы вообще нами руководят эмоции. В большом, если так разобраться, то мы, когда анализируем что-то, мы ждем ответа от эмоций наших. И эмоции – это то, что нас, как сказать, двигает во многом. Поэтому и кино – это вот именно такой, как сказать, фабрик эмоций. Вот сейчас, оглядываясь назад, все-таки понятно, что один год – это не так много, но тем не менее, какими проектами вы наиболее гордитесь в рамках «Апостол Филмс», которые уже живут. Да, но гордиться-то это вообще такое опасное. Опасное, да, потому что вот как только корону одел, все, считай, что ты уже упал и ты ничего не учишь. Нет, надо всегда и слушать, и внимать, и познавать. Это вот как раз-таки, где гордишься, там уже считай, что тебе кажется, что ты чего-то достиг. Ну вот. Какие работы, ну, приятно, что мы делаем. Сейчас вот у нас тифло-комментирование еще к нашей работе. Сейчас у нас новый фильм короткометражный, там играет Эммануил Виторган, Ирина Безрукова, Игорь Жижикин, Юлия Такшина. И мы делаем там тифло-комментирование, это для незрячих, мы уже его сделали. И мы собираемся в нашу также методологию, позволяет в нашу вот эту комьюнити, общество, сообщество, да, молодежное, включать еще незрячих. Тифло-комментирование, это аудиотранскрипция, что происходит в кадре, между слов, да, что происходит, какие действия. И незрячие, как раз вот они, ну, они же включают наушники, они слушают и понимают, что происходит на сцене, в театре, в том числе, вот, такие сейчас тоже. У нас в Европе это давно было, в России это только-только вот недавно пошло. Ирина Безрукова, кстати, как раз это все очень правильно и хорошо продвигает, помогает этому направлению. Поэтому мне кажется, что вот такая инклюзия в эту всю историю, киновоспитание незрячих людей, мне очень, я рад, что она происходит. Это такое дело, помогать людям с какими-то ограничениями, чтобы они чувствовали себя действительно полноценно, были в обществе. Они не хотят там где-то отдельно смотреть, они хотят прийти в кинотеатр, взять наушничек, вот этот стифлокомментированный, и вместе со всеми испытывать эти эмоции, смеяться со всеми, чувствовать рядом, что сидят обычные люди. И напоследок, не хочется с вами прощаться, Алексей, но все-таки такой даже совет начинающим молодым режиссерам, людям, которые хотят связать свою жизнь с кино, так как у вас заплечает большой опыт, какими качествами должен обладать режиссер? Без каких нельзя обойтись? Ну, нельзя обойтись без того, чтобы быть честным с самим собой. Очень часто режиссеров, особенно молодых, уводят вот это желание быстро достичь каких-то результатов, быстрее сделать, показать и заслужить какое-то признание. Вот это первое, что разрушает. Поэтому надо быть честным с самим собой и понять, что я хочу, для чего мне вообще быть режиссером. Если говорить какие-то высокопарные вещи, но это тоже как бы такой момент, что начинает давить прямо вот этим, да, вот так надо, вот так нельзя гвоздить смыслы. То есть кино это все-таки создание художественного образа, в котором мы задаем вопрос. И зритель должен начать растуждать вместе с тобой на эту тему. Это сложно. Поэтому режиссер, это вот как Сергей Васильевич, Женовач, у которого вот два года я в магистратуре как раз слушал вот эти все разборы его замечательные. режиссер, это два важных качества. Это образное мышление, композиционное мышление. Но образное мышление я сейчас примерно объяснил, что создавать действительно образы, как бы создавать, не просто взял там и вот физиологию какую-то принес из жизни, скопировал жизнь. Нет, надо создать какие-то вещи, которые рождают в большей смысле. Художественная реальность и действительность. Да, да, которая отражает, именно которая, как сказать, помогает глубину вскрыть. Вот это Антон Павлович Чехов, да, вот очень хорошо там все это заложено. Композиционное мышление это просто знать структуру, драматургию, что есть завязка, развитие, кульминации, финал, есть центральные события, главные события. Это надо изучать. И просто ребятам посоветую, чтобы они это изучали, потому что, ну, если они не будут знать вот этих базовых вещей, базовые школы, то они просто делать будут очень много ошибок. Спасибо большое. Алексей, вашему проекту новых высот, открытий. Он, конечно же, необходим, безумно необходим сегодня в этом современном мире с его вызовами, с его трендами, с его вот этими блогерскими историями. Поэтому только процветание, только успехов. Спасибо, да. Молодежь очень сейчас интересная, хорошая, но просто нужно чуть-чуть помочь направить, потому что они, вот я говорю, что взрослые гребут, а компас передать молодежи забывают. А молодежи нужен этот компас просто куда? Они хотят, у них столько энергии, они такие мощные, классные. Просто чуть-чуть помочь. Я сам, когда был в молодости, если бы не те учителя, которые встречались, я не знаю, там всех может увезти, там вообще не туда просто дорожка. Спасибо вам за то, что вы тоже поддержите все вот такие истории и культурные, и духовно-нравственные, образовательные. Спасибо. С вами была программа «В движении». До новых встреч, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин